Хорошо. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики куратора или учителя Юлии. Да, есть. Снимаются маски и голограммы. Фантом представит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Юлии. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую вас в этом чудесном месте. Можете обращаться, Эл. Эл. Приветствуем вас, уважаемый Эл. Вы куратор или учитель Юлии? Я друг. Друг. Значит, мы имеем дело с ангельским миром. Я приветствую представителя ангельского мира в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Уважаемый Эл, мы проводили недавно чистку вашей подопечной. Сегодня мы проводили проверку. И у Юлии возникли вопросы, которые она хотела задать своему куратору, своему другу. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Конечно, именно для этого я здесь. Первый вопрос. Мы уже на него ответили. Кто я и из какой цивилизации? Ты ангельская душа, имеющая ангельские энергии внутри тебя. Твой стержень состоит из энергии и вибраций с ангельских миров, миров и уровней. Да, я закончу. Благодарю вас. Насчет уровней – это второй вопрос. Какой уровень моего высшего «я» и в случае ангельской души ангельский уровень? Уровень 10 и тот и тот. Благодарю вас, уважаемый Эл. Идем дальше. Вы знаете, на Земле мы очень любопытные, поэтому простите следующий вопрос. Сколько лет моей душе? Текучесть времени совершенно разная. Поэтому ответить на этот вопрос будет немного сложно. В ангельских мирах – это тысячи лет. В сравнении с земным жизненным циклом – это 29 тысяч лет. Замечательный ответ. Я благодарю вас, уважаемый Эл. Я для себя тоже новое сегодня узнал насчет текучести времени. Я знал, что есть линеарное время, есть цикличное время. Но я полагаю, в каждом мире свое идет измерение. Если такой большой разброс от нескольких тысяч лет до 29 тысяч лет. Я благодарю вас. Вопросов больше никаких нет. Можем идти дальше? Можем. Четвертый вопрос. Сколько воплощений у меня было на планете Земля? 12. 12 воплощений. 13. 13. Прошу прощения, Вера, я тебя слабо слышу. Или чуть громче, если микрофон поближе. Пятый вопрос. Какая задача моей души? Интересный вопрос. Как на него ответить? Наверное, по-земному. Раз ангельская душа проходит свой путь на Земле, то и мой ответ будет с учетом земных вибраций. Ангельская душа, как твоя, приходит на Землю, нести ангельские энергии и вибрации, распространяя